Глядя на счастливую Татьяну и её сына Женю, трудно поверить, что их жизнь полна проблем и тяжёлых переживаний. 13 лет назад женщина полностью лишилась зрения при родах. Сейчас она с трудом передвигается даже по дому. Это особенно тяжело, когда он чужой. Вот уже 10 лет семья скитается по съёмным квартирам. Менять их приходится часто. Хозяева любят поднимать плату. Из своего дома Татьяне пришлось бежать. Маленькая комната в общежитии по соседству с пьяницами и грибком на стенах – опасное место для инвалида и ребёнка. Там даже здоровые люди не выдерживают, съезжают оттуда. Санузел постоянно открытый, там ничего не замыкается, всё попереломано. Душевые кабины, я даже страшно представить, в каком они там состоянии. На кухне там даже оголённые провода есть. Да там кухня-то её не назовёшь. Комнату в общежитии Татьяна получила от государства. Для этого пришлось постоять в очереди. Жильё женщина приватизировала, однако смогла прожить там всего два года. После переезда комнату сдали в аренду. Но и тут не повезло. Жильцы устроили пожар. А дальше кредиты, ремонты и долги, которые набежали за коммуналку. Счётчики в общежитии одни на всех. Живёшь, не живёшь – плати. Сдавать комнату женщина больше не рискует. Приходится жить на одну пенсию по инвалидности. Платить за съёмную квартиру всё тяжелее. А новый дом обещают не скоро. Татьяна Владимировна, она состоит на учёте в качестве нуждающихся. Порядка в номер очереди её не позволяет на сегодняшний день вне очереди. Во-первых, у неё нет прав на предоставление жилого помещения вне очереди. Во-вторых, её порядка в номер очереди не даёт нам оснований для заключения с ней договора социального найма и предоставить ей жилое помещение. Властям Саиногорска проблема Татьяны знакома давно. Но единственное, что ей могут предложить – квартиру в Чурёмушках или Майна, что равносильно тюрьме. Ведь несмотря на инвалидность, женщина ведёт активный образ жизни, состоит в обществе слепых, публично читает стихи и даже планирует пойти работать на завод по производству игрушек. Да и у сынов в Саиногорске вся жизнь. Секция по велосипедному спорту, школа, друзья. Пожертвовать этим Татьяна не может. Квартирный вопрос семьи настолько взволновал местных волонтёров, что на помощь позвали правозащитников. В первую очередь будут приняты меры по покошению долга за комнату в общежитии, потому что накопилось больше 40 тысяч рублей. Плата, я полагаю, что она не соответствует тому объёму коммунальных услуг, которые здесь оказываются. А что касается предоставления жилья, то этот вопрос, в принципе, тоже намечено решение. Проблемой семьи также занялись активистки общественных движений, «Женская инициатива» и «Матери России». Однако, как скоро совместные усилия дадут плоды, неизвестно. Сейчас же Татьяна и Женя остро нуждаются в деньгах. Помочь им может каждый. Реквизиты карты и номер телефона указаны на экране, а также на официальном сайте РТС новостей. Виктория Титова, Дмитрий Парахин, РТС.